Ташкент В этой экспедиции мы вдвоем отправимся в полное приключений и открытие велопутешествия из Ташкента в средневековую столицу Каканского ханства, город Какант. Для этого велопутешествия мы взяли два специальных подготовленных велосипеда, двухподвеса, предназначенные для езды по бездорожью, поэтому будем выбирать сложные участки пути, сложные спуски. Обычно в веломарафоны отправляются на гоночных или шоссейных велосипедах, но учитывая исследовательский характер предстоящей экспедиции, единственным верным выбором стал двухподвес. Являясь своеобразным велосипедным внедорожником, этот тип горных велосипедов гораздо прочнее, но, соответственно, тяжелее, чем любой другой тип велосипеда. В любом велопутешествии очень важно уделить внимание экипировке и ремкомплектам, потому что в дороге может случиться любая непредвиденная ситуация и нужно иметь возможность починить велосипед. Поэтому в нашем путешествии мы всегда будем в шлемах и в очках, которые защитят наши головы и глаза от пыли, насекомых и мелких камней. В каждом велопутешествии нужно иметь рюкзак, в котором будет насос, запасная камера, ремкомплект, разные ключи и обязательно много-много воды. Да, вообще, когда человек сильно потеет, и особенно в жару, тело теряет много влаги, кровь загустевает, что создает дополнительную нагрузку для сердца, а нам этого не нужно. Поэтому мы будем много-много пить. Что, одеваемся, едем? Меньше слов, больше делу. Поехали. Велосипеды Достаточно трудно заехать на какую-то гору или возвышенность. Но зато в моменты спусков и езды по бездорожью этот тип велосипедов предоставляет оптимальную мягкость, устойчивость и надежность. Каждый велосипедист, который много ездит по Ташкенту, знает, что на самом деле, хотя Ташкент и находится в долине, но это город на холмах. И любая прогулка по городу – это постоянные подъемы и спуски. Вот и сейчас. Велодвижение в Ташкенте существует уже много лет. И автомобилисты уже привыкли к двухколесным соседям на дороге. Ведь передвигаться по городу по широким дорогам очень удобно. Хотя бывает и происшествия. Обычно опасные и рискованные ситуации происходят в темное время суток, а также на поворотах и перекрестках. Именно на таких участках велосипедистам, впрочем, как и пешеходам, следует быть максимально бдительными. На самом деле сейчас скорость больше 40 километров в час. В ушах стоит свист. Многие страны мира уже давно признали, что велосипед является эффективным и полезным видом городского и междугороднего транспорта. Но в Узбекистане многие люди ошибочно относят велосипед к детскому развлечению. Вследствие чего в некоторых районах и парках Ташкента строятся очень узкие велодорожки, соседствующие с пешеходными тротуарами. Поскольку при таком соседстве велосипедист становится потенциальной угрозой для пешеходов. В эко-парк заедем или сразу за Рахат? Можно было бы, конечно, заехать, но нас туда не пустят. Раньше пускали, а в последнее время перестали пускать. И теперь в эко-парке только на прокатах можно кататься. Так что двигаемся к Рахату. Рекорд скорости на велосипеде при движении по прямой вниз, без поворотов, был установлен в 1995 году голландским велосипедистом Фредом Ромпельбергом. Который смог разогнаться до невероятных 268 километров в час. Но велопутешественники никуда не спешили и, периодически останавливаясь для питья воды, готовились выехать из столицы и начать исследование Ташкентского оазиса. Володя, у тебя вот на цепочке, это что, велосипед? Да. Перед каждым велосипедным трейлом я его целую, и он мне помогает. И особенно помогает, когда я в горку еду. Существенно помогает. Проверить сегодня. Проверить сегодня. Начинается с уважения к собственной истории. Алмалык – это достаточно большой город, соселение больше 120 тысяч человек. И на сегодняшний день это центр цветной металлургии Узбекистана. Не знаю, мне больше название похоже на город, чем-то напоминает Алматы. Видимо, там и тут. Раньше были яблоневые сады. И они дали название этим селениям и городам. Действительно, одинаковый корень у обоих названий. И символ города – это вот это золотое яблоко – четко подтверждает свою гипотезу. Мы сейчас найдем все интересное, что есть в Алмалыке, и проедем там и двинемся дальше в сторону перевала. В Алмалыке находится промышленный гигант – Алмалыкский горно-металлургический комбинат, который ежегодно добывает более 31 миллиона кубометров горной массы, из которой извлекаются 15 химических элементов. И хотя основной продукцией комбината являются рафинированная медь, медные трубы и провода, на самом деле побочным продуктом производства комбината являются миллионы тонн хвостов. Хвостами называется то, что остается от горной породы после процесса выщелачивания и выделения всех металлов и полезных веществ. К северу от Алмалыка высится десятки холмов, полностью состоящих из хвостов горно-металлургического комбината. И велопутешественники не могли проехать мимо. Несколько лет назад я участвовал в веломарафоне Ташкент-Бука-Ахангаран-Ташкент. Там было 200 километров. И вот когда я проезжал мимо Алмалыка, я видел серые горы с отрезанными верхушками. Мне тогда показалось, что они очень необычно выглядят. Я хотел остановиться, но не мог. Надо было ехать в гонки. Сейчас я как раз здесь. Как ты думаешь, что это такое? Я даже не знаю, что это такое вообще. Похоже на цемент. Но вряд ли столько цемента. Я думаю, знаешь, что это такое? Это Алмалыкского горно-металлургического комбината. Там добывают медь, свинец и другие вещи. И горная порода, которая остается, пустая, переработанная. Вот это она и есть. Смотревшиеся крепкими и монолитными с расстояния, вблизи эти серые холмы оказались сыпучими и влажными. Всюду текли зеленые струи щелочных ручейков. И стоял очень сильный запах химикатов. Видишь, сколько там жидкости? Соль, щелочь. И вот она стекает естественным образом вниз. Осмотрев серую гору и отказавшись от идеи спуска вниз с холмов на велосипедах, Саид и Владимир продолжили ехать на запад. И вскоре выехали из Алмалыка. На расстоянии пяти километров от города на пути велопутешественников встретилось интересное место – городище Куль-Ата, названное так в честь ближайшего селения. Время и природа быстро и легко разрушают созданное человеком и мало что остается от древних городищ, в которых уже нет жизни. Чаще всего встречается только холм от замка правителя, как оказалось и в замке Куль-Ата, считающемся одним из древнейших замков, построенных на территории Узбекистана. Субтитры создавал DimaTorzok Саид и Володя вспомнили, что российский актёр Дмитрий Харатян родом из Алмалыка. Им вспомнились школьные годы, когда на уроках пения они постоянно ехалились. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Руины древнего городища и явно выделяется цитадель. А здесь указатель, что дальше, если следует по дороге, то будет место под названием Кыркыс. Как я слышал, именно оттуда берут свое начало те родники, которые питают озеро. И именно благодаря этой воде город существовал в течение столетий. После разрушения около города осталось святилище Курата, являющееся объектом поклонения местах жителей и с 1980-х годов называющееся Кыркыс-Булак. Светилище представляет собой благоустроенный комплекс на берегу небольшого озера, включающий в себя искусственный холм, памятник пограничнику, небольшую рощу, несколько павильонов и отдельно стоящие айваны с очагами для приготовления пищи. Спустя несколько часов Саид добрался до Рештана и пока искал дом известного керамиста, пытался понять, почему же и так компактная и небольшая Ферганская долина разделена на три области. Любой человек, оказавшийся в Рештане, просто обязан побывать у местных мастеров-керамистов. Они известны на всю республику и сейчас я отправлюсь к одному из самых известных рештанских мастеров – Тахиру Хайдарову. Рештан известен сразу несколькими мастерами-керамистами, такими как Рустам Усманов, Алишер, Назиров и другими. Но Саид решил изучить керамику мастера Тахира Хайдарова и его сына Тимура Хайдарова. Мастерская Тахира Хайдарова здесь, да? Да, 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 вы правы, правильно. Можно к вам? Конечно, конечно. Всегда для гостей наша Назирова открыта. Рештан с давних времен известен как крупный региональный центр по производству уникальной глазурованной керамики. Даже название города связано с керамикой и означает «красная земля» по месторождению гончарной глины, имеющей красноватый оттенок. Вот в Рештане больше тысячи лет уже люди занимаются керамикой. Новая школа открылся. У меня турнир школы открылся. Вот у меня уже с сыновьями работаем, вот Тимур, Эльбек, и наши ученики вот приезжают. То есть вы мне покажете, как делать что-то? Ну, конечно, покажем. На участие. Современные рештанские керамисты считают себя потомками основоположников гончарного мастерства и хранителями старых традиций. А их творение отличается высокими технологическими и художественными качествами. У традиционной рештанской керамики есть свое звучание, правильно? Да-да. Можете показать? Да. В Центральной Азии есть немало замечательных, очень самобытных региональных центров керамики, таких как Самарканд, Бухарай, Хива, Худжанд, Гиждуан, Андижан, Каннибадам и Шахрисапс. Однако издревле почетное звание главной гончарной мастерской Центральной Азии носит древний рештан. А вот ваша подпись, что означает? Вот мое имя, вот здесь, Пахер Хайдаров, это Республика Узбекистан. У нас основной покупают иностранцы, другим подарят, когда смотрят, вот из Узбекистана. Особенность рештанской школы керамики в разнообразии форм и изделий. Лягяны, блюда для плова, миски для супа, огромные кувшины для хранения зерна и масла, маслобойки, глубокие сосуды с крышками для кислого молока, кувшины для омовения перед молитвой, пиалы, кувшины для воды и другие формы встречаются в работах местных мастеров. Вот мастерской, смотри, такая вот, наш мастерской, вот иностранцы. За годы своей деятельности в качестве гончара-керамиста Тахир Хайдаров обучил десятки юных керамистов. Но самыми главными учениками, которые переняли все секреты мастерства, стали двое сыновей – Эльбек и Тимур. Не все так просто, даже учитывая, что здесь электропривод, но скорость нужно регулировать, иначе выбросят. Я делаю кувшин. Для этого мне нужно сделать нишу внутри, в которой можно хранить воду или что-то еще. Наши ученики в годах научатся. Быть ремесленником – непростая задача, ведь в холодное время года готовить керамические изделия очень сложно. Их нужно просушить и обжечь, и любой перепад напора газа способен все испортить. Так что печи керамистов работают автономно от газовых баллонов. В этот раз я постараюсь сделать работу от и до самого начала, от глины до изделия. Затем мы обожжем его, сделаем рисунок и обожжем второй раз до готового изделия. С помощью советов и наставлений мастеров Хайдаровых у Саида получилась простая ваза. Я сделал мягкую заготовку из глины, и это только первый этап. Посмотрим, что из этого получится, но это первый кувшин, который я делаю своими руками. Теперь осталось сделать красивые края, и мой кувшин будет готов. Это печь. Здесь обжигать будем. Керамические изделия, вот кувшины, вазы, лаганы. Мы, которые вы делили в это, когда засохнется это, потом вставлять будем сюда, на печь. В рецепте каждого мастера есть свои секреты обжига, ведь с помощью печи можно создать неповторимые узоры и подтеки глазури и краски. Одним из важнейших элементов любого керамического изделия является узор, и каждый керамист – это настоящий художник. Который мы поставили кувшин, мы обжигали вот 870 градусов. Сейчас мы сделаем вазу «Дух приключений». Дух? Да, «Дух приключений». Сперва будем написать, потом будем рисовать. Сначала напишем, а потом уже сделаем рисунок, традиционный риштанский. В начале 19 века гончарные изделия риштана пользовались высоким спросом в регионе, и в селении насчитывалось более 100 гончарных мастерских. Хотите, спешат? Давайте. Да, давайте, я попробую. Давайте, давайте. Вот. Угу. Как-то нормально? Ну, нормально, на первый раз. Нормально. Да, вот. Вот, видит, вот. Вот. Дух приключений. Давай узор будем сделать. Вот. Все изменилось в тот момент, когда в 1918 году в Риштане была создана первая промышленная артель гончаров. Государство начало бороться с самостоятельными гончарами, так как они были предпринимателями. А это было вне закона, и их вынуждали либо вступать в артель, либо закрывать свои мастерские. Таким образом, к 1941 году в селении не осталось ни одного свободного. Художника. Потихоньку. В таких изделиях, даже если есть брак, у них есть особая цель. Да, да, конечно, конечно. Я сам участвовал в создании, поэтому ничего страшного. Это не трофейджа, это ручная работа, поэтому все равно однако не получится. И только в начале 90-х годов прошлого столетия заниматься предпринимательством и ремесленничеством стало законно и престижно. В те годы многие работники керамических заводов ушли с работы и открыли собственные мастерские. В настоящее время в Рештане функционируют несколько керамических и фарфоровых заводов и сотни индивидуальных керамических мастерских. А у вас есть какое-то особо ценное изделие, которое вы больше всего цените? Ну, конечно, у меня есть. У каждого мастера бывают свои любимые изделия. Даже они до конца жизни не продают. Покажете? Да, да, потом покажу вам. Вот, туристы приезжают, смотрят и интересуются. Давайте продайте. Я не продаю. Для памяти народа одно столетие – это слишком короткий срок. И несмотря на перерыв в 20 веке, сейчас рештанская керамика ручной работы возрождается. Хотя все еще нет ни одного серьезного музея, в котором были бы собраны артефакты и шедевры местной керамики. Кувшин готов. И пока он обжигается в печи, у меня есть время, чтобы отправиться в Рештан. Этот очень древний и интересный город. Процесс обжига занимает более 20 часов, которые Саид решил посвятить изучению Рештана и небольшому путешествию в историю края. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...